Здравствуй, YouTube! Это видео о ноже, который давным-давно производится, который многим известен, который, может быть, кто-то купил, а потом продал. Это T-Lite 4 дюйма, дешёвая его версия с рукояткой из Zetel. Я не буду долго про него говорить и приводить какие-то его размеры и так далее. Это слишком знаменитый нож, слишком простой, ничего в нём эксклюзивного нет, всё про него есть в интернете. Однако, я скажу свою точку зрения по поводу этого ножа. Для каждого EDC это что-то своё, соответственно, идеальный EDC-нож это что-то своё. Однако, я считаю, что T-Lite, именно вот в этом дешёвом исполнении, это реальный EDC-нож, причём, который заткнёт за пояс очень много других ножей, которые, в моём понимании, претендуют на EDC. Ну, разберу по нескольким, как бы, позициям. Первая позиция. Этот нож недорогой. Он стоит 2000 сейчас. Вот, можно его купить за 200, найти такие предложения. Новый. Во-вторых, на нём стоит вполне проверенная AUS-8, колд-стиловская, которая скорее мнётся, чем выкрашивается, которая легко достаточно правится и которая, в общем-то, очень себя зарекомендовала, как бы, вам ещё ещё известно, без сюрпризов. У T-Lite очень правильно модернизированный лайнер-лок. То есть, те минусы, которые у лайнер-лока есть, они здесь, как бы, постарались минимизировать. И это, в общем-то, правда. Вот. И у T-Lite есть, как бы, да, скажем так, даже не однорукое, а, грубо говоря, автоматическое открывание об карман. Ну, и два самых больших, скажем так, ну, не про счёта, да, нельзя так говорить. Две особенности ножа, которые не нравятся многим для каждодневного ношения. Первое – это толщина, всё-таки рукоять достаточно толстая у ножа. Это короткая, жёсткая клипса, вместе с рукоятью пускай будет. То есть, и второе – это то, что вот эти вот выступы, они очень, как бы, грубо обработаны. И они рвут карманы, как бы, царапают даже пальцы там, ну, и так далее, и тому подобное. Вот. Если на секундочку. Да, ну, естественно, у него все детали обработаны подешевле, потому что, как бы, это не дорогой T-Lite, а дешёвый. Вот. И, в принципе, я, честно говоря, этот нож собирался продать. То есть, он у меня был выставлен на продажу в барахолке, в теме на Blade Forum. Но какое-то время, к счастью для меня, я считаю, не продавался. Люди спрашивали что-то там, кто-то захотел – раздумал, кто-то, так сказать, сказал – забыл, ну и так далее. И благодаря этому нож у меня остался. И как-то у меня было настроение, и я решил его, как бы, немножко подпилить под себя. Что было сделано? Сделано всего четыре простейшие операции, которые полностью преобразили нож. Клипсу чуть-чуть просто отогнул. Она где-то в полумиллиметре теперь от лайнера, ну, от рукояти. И теперь она не рвёт одежду, как бы, нож легко садится на карман, легко с него снимается. Далее я взял дремель и просто скруглил. Видите, они свет начали отражать. Просто скруглил все вот эти вот отвратительно торчащие, грубо обработанные, значит, насечки. Теперь нож совершенно, как бы, не делает больно, не рвёт, не царапает ни пальцы, ни одежду. При этом об карман он всё равно уверенно открывается. Далее я внутри отполировал лайнеры. Теперь нож ещё и прилично выглядит. Отполировал и клипсу тоже. Я снял шпенёк, ну, это так между делом, потому что он, в принципе, не нужен. Потому что если вы открываете, нужно делать либо об карман, либо, собственно говоря, вот так. Вот. И я поставил металлические шайбы. Вон они там. Я поставил хорошие американские, уже не китайские, я нашёл. Шайбы, которые, в общем и целом, ну, дали ножу большую твёрдость, да, чисто по конструкции. В итоге, я считаю этот нож очень хорошим здесь вариантом. Почему? Во-первых, у него достаточная длина клинка. То есть, можно много чего порезать в плане, как бы, тех же продуктов. Несмотря на то, что гринд вообще ни разу не резательный, сведение в миллиметр, там, можно эту песню, как бы, очень долго, как бы, петь. Но сам факт. Если надо будет порезать помидор или огурец, это удобнее сделать ножом с таким клинком, чем с таким. Это раз. Дальше. У него достаточно прочный кончик. Соответственно, им вполне можно делать какую-то относительно грубую работу. Кроме того, у него достаточно удобная, как бы, рукоять, для того, чтобы можно прилагать к ножу большую какую-то силу. Да, строгает он фигово, но если будет нужно, это достаточно удобно делать. И здесь, вот, широкая спинка рукояти, сплошной спейсер, как бы, меньше травмирует рукоять, руку, эту рукоять, чем очень многие другие ножи. Кроме того, здесь очень здорово сделан чойл, и его реально удобно точить. Я его, кстати, пока ни разу не точил, только пару раз правил. У него есть скол, у него есть замин именно на самой режущей кромке. Вот он здесь светится, переливается. Это обстрогание деревяшки было. Вот. Значит, в итоге, на самом деле, получается очень универсальный нож. При этом его масса, она вполне адекватна. То есть, ничего такого, особо страшного нет. Вот. И носить его, в общем-то, как бы удобно. И после вот этих вот всех переделок, когда, то есть, это перестало быть проблемой в плане, вот, сбережения одежды и так далее. И после того, как я один раз сделал с собой на природу, совершенно спокойно сделав шашлыки, как бы, очень мне понравилось снимать мясо с шашлыков обухом. На нем даже вот такие вот небольшие следочки остались. Хотя это, может, и не из-за этого. Хотя, наверное, все-таки из-за этого. Вот. То есть, удобно. И после металлических плашек, которые, шейп, которые, как бы, дали ножу абсолютное отсутствие люфтов и такой достаточно тугой, но равномерный, уверенный и достаточно такой приятный ход. Вот. Вот. Он стал моим, в общем-то, любимым одессе ножом. Он, как сказать, он не дал мне взять на карман ни один из Кершау Эмерсоновской серии. Потому что их плюс единственный, да, это вот открывание карман был на самом-то деле. Вот. А Тилайт делал все то же самое, но по всем остальным статьям, на мой взгляд, он его бьет. Во всяком случае, по качеству исполнения, по качеству гринда и так далее, этот клинок, как бы, сделан очень хорошо. Замок здесь лучше, удобство удержания в руке и так далее лучше, нож универсальнее, клипса тоже мне больше понравилось, ну и так далее. Вот. Поэтому я считаю, Тилайт, по своему соотношению цена-качество, он просто очень удачный нож, очень удачный. Мало кто его, скажем так, оценил, и многие больше любят 6-дюймовый, как складной кинжал, как бы, но он уже, конечно, не очень EDC. Вот. А мне этот нож очень понравился, и я не знаю, как бы, сколько времени он сейчас пробудет на полке, пока я его заточу, там и так далее. Вот. Но частенько, когда надо взять с собой нож куда-то, и ты не знаешь, что нож ждет, вот, лучше взять Тилайт. На этом все. Мои мысли про него основные закончились. Вот. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч в интернет-эфире. До свидания.